Читаем вам ныне Евангелие, слышали мы, что Господь исцелил расслабленного не прежде, как отпустил ему грехи его. Чада, сказал он расслабленному, отпускаются тебе грехи твои. И затем говорит, встань, возьми водор твой и иди в дом твой. Марка 2 глава. Этим Господь показал нам, что грехи служат причиною болезни. Почему нужно прежде удалить причину, тогда исчезнет и гибельное действие их на человека. Но болезни телесные суть одно только следствие грехов. Чтобы видеть, какие гибельные действия производит грех на всю природу человека, нужно знать, что такое грех. Итак, что такое грех? Это, во-первых, нравственный яд, духовная трава, которая производит тоже в нашей душе, а потом и в теле, что производит в теле обыкновенный яд. Когда поглощен яд, то в теле происходит необыкновенное волнение крови, жестокая горячка, судорожное изнеможение и смерть. Подобное происходит в душе, когда проникает в нее духовный яд, греховный помысл. В ней возникает такое страшное волнение мыслей и чувств, желаний и стремлений, что весь дух горит, как бы в огне, кружится, как в вихре, доколе страстные увлечения сердца не заглушат на конец глаза совести, не низвергнут душу в пропасть греха. Душа, отпадшая от Бога, лишается благодати, отчуждается от жизни божественной, становится мертвую пред отчами божьими. Совесть, убитая сознанием преступления, терзает душу только бесплодным угрызением, как череп могильный терзает бездушное тело. Какие не употребляй противоядия, но доколе яд в теле, смерть неизбежна. Одно средство освободится от нее, истолкнуть смертоносное вещество из тела и извлечь наружу его. Так и отравленная грехом душа, какие не употребляла бы сама собою средства к своему врачеванию, но доколе грех остается в ней, вечная смерть ее неизбежна. Везвленная сознанием греха совесть, сама осудит себя на вечное отчуждение от Бога. Одно и единственное средство спастись ей от погибели, низвергнуть из себя яд греха, исповедованием его предслужителям Христовым. Имеющим от Бога власть отпускать грехи. Тогда только совесть, ожатворенная излеченным ей о прощении и помиловании, баки восприемлет силу и жизнь. Душа наительной благодати Пресвятого Духа освящается и делается угодной Богу. Что же грех? Это удилище и сеть, которые дьявол улавливает на свою волю. Ибо всякий, кто творит грех, от дьявола есть. Так как сперва согрешил дьявол, Иоанна 3 глава, этим средством возобладал он над первым человеком. И потом над всем человечеством, опутав этой смертью, он держал их в узах адовых всех людей. Доколе великий разрешитель уст греховных, Господь наш Иисус Христос, не расторг ее крестом и не открыл нового пути покаяния, которым уловленные дьяволом души могут исходить на свободу. Что же делаем теперь мы, предаваясь греху после освобождения нашего от власти дьявола? Свободно приемлем в себя смертоносную удицу, прикрытую пустою приманкой. Произвольно заходим в дьявольскую сеть, обращаясь сладостью греховною. Может ли освободиться от власти ловца рыба, доколе находится внутри ее поглощенный крючок? Нет, она вся в его власти. Куда захочет, туда и поведет ее. Когда захочет, тогда извлечет ее на сушу. Может ли освободиться от уловленной сети птица, доколе не проторгнет она сеть? Нет, она вся во власти этого ловца. Он может распрострать и стягивать сеть по своему произволу. Она может биться и порхать, но все еще в отковах, а не на свободе. Так и грешная душа может ли освободиться от власти дьявола, доколе внутри ее грех? Это дьявольское удилище, которое он держит в своей власти и заставляет биться, трепетать по своему сатанинскому произволу. Одно средство спасения – извергнуть из себя грех исповеданием, расторгнуть греховные узы искренним обращением к Богу. Тогда власть дьявола прекращается. Душу грешника приемлет в объятия своей любовь Божья. Греха, освобожденная, изреченным ей прощением, она исторгается в свободу чад Божьих. Что же такое грех? Это средостенные ограды, разделяющие нас от Бога. Высока и неприступна была вся ограда, воздвигнутая грехами всех человеков, которые сами из себя заключили в ней, как в темнице. Но ее разрушил крестом своим Господь и открыл исход из нее бедным узникам. Что же делаем теперь мы, предаваясь опять греху? Воздвигаем новую для себя ограду, которая отделяет нас опять от Бога. Строим сами для себя темницу, в которой не видим Божьего света. Простираем сами над собой мрачный покров, сквозь который не проникает к нам лучшей благодати Божией. Что может быть жалче этого состояния, братья? Но из него нет и не может быть иного исхода, как открыть отверстие исповеданием грехов, сквозь которое мог бы осиять нас луч благодати Божией, сквозь которое любовь Божия могла бы извлечь нас на свободу. Вот почему необходимо свободное исповедание грехов. Без него душа наша останется навсегда мертвую прегрешениями, преданную власти дьявола, отчужденной от Бога. Если исповедуем грехи наши, верен, если праведен, доставит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первая она. Первая глава. Так уверяет нас возлюбленный ученик Господень. То есть, когда мы возненавидим грехи свои и исповедуем их пред Богом, то не только любовь, а и сама правда Божия, умилостивленная кровью Христовой, сама непреложность обетований Божьих требует, чтобы мы были прощены и помилованы. Само собой разумеется, что истинное и благоплодное исповедание грехов должно быть полное и совершенно искреннее и вседушное, твердое и невозвратное. Исповедать один грех и скрыть другой не значит ли произвольно оставить себе яд греха, который умертвит душу нашу неизбежно. Имея всю возможность истогнуть его, вон и тем очистить себя совершенно. Исповедать грех неискренно, хотя бы нехотя, хотя бы сердечного сокрушения и с принуждением не значит ли явно доказать, что мы любим еще греховные узы, что дьявол еще крепко держит нас в своих оковах. Наконец исповедать грех без твердого намерения оставить его вовсе, не то же ли значит, что сказать благодати Божией. Слышим твой глаз, признаем себя грешными, но оставь нас в сетях дьявола, не хотим мы расстаться с ним. Не так ли поступают те несчастные, которые, потеряв не только всякое чувство добродетели, но и всякое чувство стыда человеческого, с намерением упорствуют преступлений, чтобы продлить темничное заключение, которое нравится им, как скопище порока, и в котором они готовы оставаться навсегда. Димно ли после всего, что такое лживое исповедание грехов не только не оправдывает человека и не примеряет его с Богом, но еще более предает его власть дьявола, который неминуемо повлечет его с собой в вечный геенский огонь. Так доотверзутся все внутреннейшие заклепы сердца нашего, когда являемся на судилище покаяния. Да явится внутренний человек наш таким, каков он есть. Пусть будет он весь покрыт язвами страстей и пороков. Небесный самарянин Господь Иисус Христос уврачует и исцелит его, омытого слезами покаяния. Всеосвящающая кровь Господня омоет, очистит и осветит его. Не вести спор с правосудием Божиим, приходим мы ко престолу покаяния, а искать и просить милости и пощады у милосердного искупителя нашего и судьи. Сначала говори ты беззаконие, открой ты беззаконие твои, и да оправдаешься. Аминь. Проповеди Дмитрия архиепископа Херсонского. Проповеди Дмитрия архиепископа Херсонского. Проповеди Дмитрия архиепископа Херсонского. Аминь. Вечери твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом тая тайну повем. Не лобзания тебе дам я пою, да ну-ка разбойник исповедуй тебя. Пойми имя Господи во Царствие Твое. Да не в сутре в осуждение будет неопричащение причистых твоих тайн, но во исцеление души и тела. Аминь. Вечерство телевизора и крови Господа Бога и Спаса наше действие Христа. Проповеди Дмитрия архиепископа Херсонского. Проповеди Дмитрия архиепископа Херсонского. Проповеди Дмитрия архиепископа Херсонского. Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аминь Субтитры подогнал «Симон» О, Господи, Субтитры подогнал «Симон» 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 Слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Воскреси измертвый Христос, истинный Бог наш, молитвами причистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных, отец наших, и живосвятых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесария Каппадокийская, и преподобных Прокопия и Тита, их же и память ныне совершаем, и святых праведных, Богу Отец и Экиман и всех святых, помилует и спасет нас, як облак и человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Немного прочитаю для вашего духовного назидания беседы святителя Иоанна Златоустова о том, как мы должны переносить скорби, которые Господь допускает нам. Подобно тому будет и ныне. Если мы захотим твердо и мужественно стоять против постигающих нас искушений, если мы возложим надежду на Бога, то мы будем в безопасности и на свободе, а нападающие на нас погибнут, потому что, говорит премудрый, кто копает яму, по-другому сам попадет в нее. «Хотя они свяжут нам руки или ноги, скорбь в состоянии будет разрешить нас. Посмотри на это чудо, кого люди связали, тех огонь разрешил. Это тоже, как если бы кто-нибудь отдал рабам кого-либо из своих друзей. Рабы, уважая дружбу его с Господином, не только не станут оскорблять его, но и воздадут ему великую честь, так и огонь. Узнав, что эти отроки друзья самого Господа, растор какого их, разрешил и избавил их. Сделался для них подстилкой и был попираем ими. И справедливо, потому что они были вергнуты ради славы Божией». Это говорится о трех отроках, вергнутых в печь огненную. Будем помнить такие примеры, все мы, находящиеся в скорбях. «Но вот, скажешь, они избавились от скорби, а мы нет. Так и следует. Они шли в печь не с тем, чтобы избавиться, но твердо решившись умереть. Послушай, что и говорят они. Есть Бог на небесах, силен изъять нас. И ащели не ведомыть будет тебе, царь, что богам твоим не служим и образу золотому не поклонимся. А мы, как бы подчиняясь своим соображениям наказания Божия, назначаем для них и время, и говорим, если до таких топор не помилует нас Бог, потому-то мы и не избавляемся. Вот и Авраам шел не с тем, чтобы получить сына живым, но чтобы заколоть его, и сверхчаяния получил его живым. Так и ты, когда подвергаешься скорби, не будь нетерпелив и не спеши освободиться от нее, но расположи душу свою ко всякому терпению, и тогда скоро освободишься от скорби. Для того Бог и посылает ее, чтобы вразумить. Таким образом, если мы с самого начала умеем переносить скорби, и не ропщим, то Он скоро освобождает нас от них, потому что все уже с нашей стороны исполнено. Я хочу рассказать вам один весьма полезный и назидательный пример. Какой же? Когда воздвигнуто было гонение, и возгорелась жестока война против церкви, были схвачены два человека. Один из них был готов переносить все, что угодно, а другой также мужественно готов был перенести отсечение головы, но других мучений боялся и трепетал. Смотри же устроение Божие, когда судья стал судить, то готовому на все велел отсечь голову, а того повесить и терзать, и не раз или два, но проводя по всем городам, для чего же это было попущено? А для того, чтобы слабая душа его укрепилась в страданиях, чтобы он отвергнул всякий страх, чтобы он не боялся, не колебался, не трепетал пред мучителями. Иосиф, когда особенно усиливался выйти из темницы, тогда и оставался в ней. Помните, когда Иосиф сидел в темнице, а хлебодар и веночерпи должны были выйти, то он говорил, вы там замолвите за меня слово, когда будете, помяните обо мне. Для того он оставался там, чтобы научиться, что не должно полагаться и надеяться на людей, но все возлагать на Бога. Итак, зная это, будем благодарить Бога и делать все, ведущее к нашему благу, чтобы нам достичь будущих благ во Христе Иисусе Господе нашем, с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.